Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Уже сказал, публикациям теперь будут эпиграфы. К этому, думаю, в качестве эпиграфа подойдут такие слова. Ричард впервые знакомятся с прекрасной инопланетянкой. Напоминаю также, этот отзыв – часть моей новой публицистической книги. Были Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами Тайного общества Диск. Она – сборник моих отзывов на книге указанных писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Электронную версию книги можно будет приобрести по ссылке под публикацией. Рассказ «Операция Немо» – опять не повесть, а небольшая новелла, включенная в сборник Ричард Блэйд Герой. Это второй том «Многотомника». Рассказ издан в 1998 году и его автор по всем косвенным признакам Михаил Нахмансон. По месту «Многотомники» это восьмое произведение о Ричарде, но по внутренней хронологии получается второе. Во всяком случае более раннего, кроме дождя, я не припомню. Вот как выглядит обложка сборника. Действие происходит в 1961 году. Ричард уже сотрудник МИ-6. Да, молодой сотрудник, но очень перспективный. И он получает неожиданную командировку в Соединенные Штаты, которые не относятся серьезно. Более того, к ней не относятся серьезно и его начальство, и правительство Соединенного Королевства. И Ричард, конечно, понятия не имеет, что ему в этой поездке придется познакомиться с прекрасной инопланетянкой. Подчеркиваю, именно инопланетянкой, а не представительницей другой реальности. Эта инопланетянка представляет прекрасную и невероятно могущественную галактическую расу. Впрочем, кто она и откуда ему в этой командировке узнать не суждено. Равно как он понятия не имеет о том, что через 11 лет его знакомство с этой прекрасной галактической расой продолжится. Дело в том, что ее представители тоже изучают параллельные реальности. Равно как понятно и продолжится его знакомство с прекрасными инопланетянками. Одна из этих инопланетянок однажды даже станет любовью всей его жизни. Наконец победив ее сердце, чувства к Зое Коривалу. Но это будет потом. Пока же данное знакомство можно считать, скажем так, более чем неоднозначным. Сюжет навала такой. Правительство США и его союзники ведут большую работу по созданию системы противоракетной обороны. И в ходе этой работы неожиданно выясняется, что данная система рассчитана на перехват объектов не только с Земли, но и с космосом. То есть получается на перехват инопланетных объектов. Правительство Великобритании вначале впадает в стопор, но потом вешливо интересуется у союзников, скажем так. Они рухнули, уважаемые американские коллеги, с дуба. И в ответ получают сухое предложение. Прислать своих экспертов в американскую олимпийскую деревню. Лейт Плэсид. Там расположена секретная база, занимающаяся этими вопросами. Главным экспертом назначают лорда Лейтона, так Ричард знакомится с ним, ну а Ричарда назначают его помощником. Учитывая последний возраст лорда, в Лейт Плэсид Ричард летит один. На базе он знакомится с массой артефактов, некоторые из которых, безусловно, очень интересные. Но тем не менее, ни один из них не является стопроцентным доказательством того, что за развитием Земли действительно наблюдают над планетей. А также он знакомится с красавицей Кэти, которую только что занесло в Лейт Плэсид из Калифорнии, и поэтому она еще не успела завести себя парню. Как женщина Кэти оказывается выше всех похвал, но есть одна небольшая деталь, которая раздражает Ричарда. Кэти ужасно любопытна. Дело в том, что в Лейт Плэсиде все население знает, чем занимается эта база. Правительство США это особо не скрывает из тех соображений, что так другие государства это просто не примут всерьез. Но и расчет кругом опроводался. В инопланетян, как я уже сказал, не верят даже самые близкие союзники американцев, англичанин. Ну а Кэти его вовсю расспрашивают, что он видел на базе инопланетного. На что он, понятно, отшучивается. Но она настолько назойлива, что ему даже ночью начинает сниться, что она его расспрашивает. И вот во сне почему-то он ничего не может от нее утаить и не может отшучить. А, напротив, рассказывает ей все самым подробным образом. Понятно, командировка заканчивается. И прощаясь с Кэти, Ричард дарит ей бриллиантовое кольцо. Правительство в Англии ему платят уже очень хорошо. И он может себе позволить делать такие подарки даже мимолетным знакомым. На следующий же день, скажем так, Кэти ему тоже присылает в подарок некую безделушку. От скуки делать уже нечего. Ричард начинает эту безделушку изучать и вдруг получает стопроцентное доказательство того, что Кэти инопланетянка. Но это еще не самое важное. Куда важнее, что он получает также веское подозрение, что Кэти собиралась убить его. И не только его одного самое главное. Она очень, может быть, собиралась совершить массовое убийство, которое надежно заметил следы. Косвенно это подозрение подтверждает то, что хранилище артефактов на базе вскоре сгорело. И практически все артефакты были уничтожены. Но найти ответы на эти вопросы и подозрения, как я уже сказал, Ричарду предстоит куда позже. По команде же он ничего не доложил, зная, что правительство Великобритании в инопланетян не верит и справедливо опасаясь за свою карьеру. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно увидите подсказки и на конечных заставках.